Всем привет, друзья! Сегодня у нас второе видео на YouTube, мое длинное, долгожданное. Никак не могла заставить себя снять, просто не было времени, либо я придумывала себе всякие отмазки, чтобы этого не делать. Но сегодня решила, что пора уже вас порадовать. Сегодня бы я хотела вам рассказать свой путь, как вообще так получилось, что я вышла замуж за арабов. Очень часто меня спрашивают этот вопрос, была ли я к этому готова, как я вообще к этому относилась, к арабам, в принципе, к всему этому менталитету. Вот, давайте начнем. Есть еще такой момент, что многие с Инстаграма, например, ребята знают, кто следит за устрою, следит, потому что я недавно только рассказывала всю историю с начала до конца. Вот, а в YouTube совершенно новая аудитория, поэтому мы с вами мало знакомы. Только через короткие юморные видео, как личность, вы меня, в принципе, мало кто знает. Мало кто, в принципе, знает мою историю, поэтому давайте начнем. Нет, я вот еще раз это сказала. Такой момент, что когда ты говоришь, ты этого не замечаешь. Когда ты делаешь монтаж, слово повторяется 5 миллионов раз одно и то же. Давайте вернемся в 2016 год, когда я еще только заканчивала школу. Я, в принципе, не знала, куда мне поступать. И я вообще ничего не представляла о жизни арабов. Мне было все равно на их культуру. Я вообще ничего не знала, можно сказать. Я была в некоторых арабских странах. Конечно, до этого меня родители возили в детстве, но это все равно был такой отдых. Чисто в отеле я поэтому больше ничего не знала об их менталитете и культуре. Так вот, наступает время поступать в институт. Я сдавала английский язык и, в принципе, я думала, что моя жизнь будет как-то связана с языками. И поэтому я поступила на переводчика. И когда я поступала, у нас спрашивали, какие языки вы хотите учить. И я выбрала китайский язык. Мне почему-то все твердили, что нужно выбирать китайский, язык будущего и все такое. И я, в принципе, так и написала. Написала китайский. Там надо было три языка в приоритетах. Я написала китайский, французский и арабский. Мне позвонили с деканатой и сказали, что места, к сожалению, на китайский закончились. Выбирайте другой язык. И я, долго не думая, выбрала арабский. Спросите вы, почему? Потому что я думала, что если что, я поеду работать в Дубай. Я тогда еще наивно полагала, что в Дубае нужен арабский. Хотя сейчас всем известно, что там больше английского. И также мой папа настоял на том, что если что, когда-нибудь бабушка, я буду читать там Коран и ходить вот под гостям, когда вот они читают. Еще был такой момент, что если выбирать европейские языки, то, в принципе, они легкие относительно арабского. И европейский язык я, в принципе, могла бы выучить сама. А с арабским этого и сделать нереально, мне кажется, самоучкой быть. Поэтому лучше пойти к преподавателю, который все подскажет, всем поможет. Поэтому я так и сделала и выбрала арабский язык. Таким образом, я поступаю на переводчика с арабским языком. На первом курсе я поняла, что мне здесь словить нечего. Мне вообще не нравился арабский. Я просто была супер отстающей, потому что я очень много не понимала. Многие ребятки пришли... Ребятки. Многие ребята пришли уже с какими-то знаниями, знали алфавит. А я, наверное, знала только то, что пишется справа налево. Все это вот все мои знания, которыми я владела с арабским языком. И так получилось, что на первых партах сидели как раз те умные, а сзади мы супер отстающие. И в один момент так получается, что вот вся моя вот эта группировка друзей супер отстающих, они то переходят на другой язык, то... Чё сделали? Я забыла слово. Ладно, не важно. Так получилось, что я осталась одна среди всех ребят, которые ничего не знали. И просто за неделю я выучила весь алфавит. Я помню лицо удивленного преподавателя, когда я сумела прочитать. Он просто был в шоке. Вот такая история со мной произошла на первом курсе. Я не понимала, что я делаю здесь. Я не хотела учить арабский. Но тем не менее продолжала. И даже экзамены сдавала на пятерки. Не знаю как. Просто я суперазубрёжка. Я очень хорошо готовилась к экзамену. Я только всё выучила. И на следующий день я всё забывала после задачи. Теперь второй курс наступает. Во втором курсе я всё так же вот так вот учу. Еле как. Стихи. Там у нас были девочки, которые очень любили арабский язык. Которые вот прям горели этой культурой. Я вообще не понимала. Я думаю, зачем? Зачем мне это всё надо? И на втором курсе говорится о том, что будет проходить стажировка в Марокко. И мои родители решили сделать мне подарок на день рождения. Подарить мне эту стажировку. Естественно, у меня загорелись глаза. Я поняла, что о, у меня какой-то смысл появился учить арабский. Что мне нужно будет всё-таки в другой стране хоть как-то говорить. И я более-менее начала изучать арабский. Хотя тоже не могу сказать, что прям супер классно. Потому что, потому что, когда я всё-таки приеду в Марокко, что вы понимали, я не буду знать ничего. Даже мне казалось то, что я уже более-менее знала. В Марокко я поняла, что я ничего не знаю. Теперь начинается долгожданная стажировка. Расскажу вкратце, что это вообще такое. Группа студентов из разных стран, городов, вообще любого возраста. Если даже у вас нулевые знания, неважно. В принципе, вас могут взять на эту стажировку. И мы вот так собрались с ребятами, с преподавателями, поехали в Марокко. Чтобы вы понимали. На тот момент я также не понимала, что есть диалекты в арабских странах. Я была уверена, что все говорят нафусха. Это язык, который я учу в универе. Во всех странах свой арабский язык, своя разговорная речь, которая, ну, похожа друг на друга. Они, в принципе, поймут себя, но все равно есть какие-то различия. Я этого не понимала. Я приехала в Марокко. А Марокко это вот одна из тех стран, которая, ну, вообще никак не схожа с этим классическим арабским языком. То есть даже вот мой супруг араб, он их не поймет. Они его поймут, а он его нет. Потому что там в основном французский. Если вот вы хотите вообще замуж за марокканца, не учите арабский, вообще забудьте. Учите французский, вас хотя бы там будут понимать. Если уж вы потом начнете углубляться их диалектом, то там, конечно, немножко, немножко пригодится вам арабский. Вот. И на этой стажировке, благодаря, точнее, этой стажировке, я поменяла свое мнение. Я влюбилась в арабскую культуру полностью. Просто мой взгляд тогда реально очень сильно поменялся. Во-первых, я очень быстро овладела арабским языком. Я начала хорошо общаться. Я не стеснялась никого об арабской стране Марокко, потому что я не знаю, чувствовала себя как дома. Вот. Мне очень нравился менталитет. Мне очень нравилось, как мужчина относится к своим женам. То есть, если до этого все равно вот эта вот картинка, да, в голове, там, как у всех стереотипная, вот это вот, там, не знаю, террористы и все такое, то здесь я просто так была в шоке немножко. Мне очень нравилось, как они относятся к женам, к детям. Мама может там идти где-то с подружкой, мужчина будет с ребенком. Это очень частая картинка, когда муж реально с ребенком постоянно. Мне очень нравилось это. Вот. Я там завладела арабским, естественно. Когда я вернулась, я была в Марокко три месяца. И когда я вернулась уже в универ, я уже так уверенно общалась. То есть, я уже шла с ребятами, которые были прям впереди меня. Может, даже стало лучше их немножко. Вот. И у меня появилась система мотивации учить арабский. С того момента я начала учить. Но, конечно же, после стажировки ты забываешь некоторые моменты. То есть, я могу сказать, что в универе мои знания ухудшились, когда я вернулась после стажировки. Потому что в стажировке ты все время болтаешь, практикуешь. А здесь ты чисто учишь вот этот вот язык, который, в принципе... Даже не то, что язык, а слова, которые ты не используешь. Политические слова. У нас был политический арабский. Вот он мне не нужен. Возможно, если я пошла переводчиком работать дальше, возможно, мне бы прикатилось. Пока что я уже все забыла, мне кажется. После того, как я вернулась из Марокко, я начала ходить на различные мероприятия, связанные с арабской культурой. И мне очень-очень нравилось. Я начала знакомиться с арабами. И, в принципе, уже вот у меня круг знакомых стал из моих девчонок и арабов. Как-то мы все вот так друг с другом контактировали. Тем более, когда это общежитие, ты, в принципе, давно не можешь не познакомиться. И, в принципе, на тот момент я уже понимала, что, скорее всего, что у меня муж будет араб. Хотя я говорила, что нет, не будет. Но у меня такая мысля, конечно, в голове сидела. Мне уже и многие знакомые начали говорить, ой, по-любому, будешь там уже арабы и все такое. Поли, я любитель турецких сериалов. Вот этот вот типаж восточный меня всегда очень заманивал. Поэтому, когда я познакомилась с Самаром, мои родители это легко восприняли. Для них это не было каким-то сюрпризом. Потому что, я думаю, что это для всех уже было очевидно, что я выйду замуж за арабом. Блин, там уже солнце село. Интересно, как свет вообще? В принципе, так все и произошло. Я с ним познакомилась. И мне очень нравилась мне настойчивость. Мне кажется, у арабов это вот есть. Какая-то вот настойчивость. Да, типа, если у нас парни очень долго думают порой, то здесь прям очень все быстро. Ты мне нравишься там. Конечно, меня это очень жутко бесило, когда вот у арабов есть такая черта, что они быстро признаются тебе в любви. Чуть ли не на первом свидании. Я вот это вот вообще никогда никак не принимала, не понимала. И Амару так сказала, я тебе об этом сейчас не признаюсь. Потому что я пока такого ничего не испытываю. Прям очень сильного, чтобы говорить, я тебя люблю. А вот для них это было, ну, сделать просто на раз-два. Сегодня, просто как я это представляла. Один день он сказал это одно, и другой день он сказал это другое. Типа, для них это расплюнуть. А для меня это такая фраза, которую, ну, ты говоришь, и все, на всю жизнь. Расскажите, кто тоже сталкивался с таким, если у вас есть знакомые арабы. Мне кажется, это будет такая вещь распространенная. Ну вот и все. Такая вот история. Пишите, что вам еще рассказать, что вам интересно. Я с удовольствием сниму еще подобные видео. Вот. И как вам вообще я сегодня? Как я начала говорить, более уверенно или нет? Мне кажется, что чуть-чуть увереннее все-таки. Ну, сейчас я послушаю видео. Вот я, когда делаю монтаж, я просто в шоке. Иногда я думаю, боже мой, я не умею разговаривать. Всем пока!